Я опаздываю. Дело в том, что я немножечко проспала, но я уже бегу. Дело в том, что я не могу. Я не могу тебе что-то скрывать, да? Ну, разумеется. Надо тебя расшифровать. Ой, не надо меня расшифровывать. Расшифруем что-нибудь другое. Например, анонс. Анонс, шифровка. Посторонний вход воспрещен. А чем мы хуже? Поющая модель. Посторонний вход воспрещен. Это значит, нам покажут нечто очень секретное. Можно не сомневаться. Это бабушкина кладовка. Ну, варенье там, маринады. Но есть можно только, когда выпадет первый снег. Или мы заглянем за электрический щиток. Несуйся, ударит током. Первый вариант получше. Однако, что если речь пойдет не о том и не о другом? А о секретной химической лаборатории, где разрабатывают биологическое оружие? Ты что, блокбастером насмотрелся? Ну, пока нет, но... А вдруг сейчас покажут? Вряд ли. Смотрим. У каждого из нас есть свои вещи и интересы. Одним словом, мир, в который посторонним вход воспрещен. А если кто-то войдет без позволения, это рассматривается как покушение на собственность. Речь идет, конечно, не только о зубной щетке, носках и полотенце, но и о местах, которые мы считаем своими. Любимый уголок в парке, столик в кафе и расстояние, на которое мы подпускаем к себе окружающих, не испытывая дискомфорта. Признайтесь, вам когда-нибудь говорили эти фразы? Мне неприятно, когда ты машешь руками перед моим носом. Ну что вы, дышите мне в затылок. Меня это напрягает. Если вы слышали это часто, хочу вас огорчить. При общении вы сокращаете дистанцию, а значит, вторгаетесь в личное пространство человека. А это, кстати, нарушение этикета. Да-да, и карается штрафом. Что? Вы не нарочно? Для вас эта дистанция в порядке вещей? Понятно, только это ничего не меняет. Штрафных санкций в виде просмотра этого сюжета вам не избежать. Не зря нормы личного пространства учитываются даже при строительстве жилых домов. Значит, это немаловажно. Как же мы совершаем ошибки в выборе дистанции? Все дело в личной культуре и воспитании. У всех они разные. Например, в разных странах дистанция общения индивидуальна и зависит не только от культуры и этикета, но и от пола, возраста, национальности человека, его психологической устойчивости, уровня доверия к миру и, в частности, лично к вам. Если копнуть поглубже, корень этого может крыться в нашем происхождении. Нет, я говорю совсем не о предках графских кровей, а о другом. Что ни говорим, мы хоть и двуногие, но все-таки животные. Чего смеетесь, так и есть. У стайных животных, а дистанция есть и у них, ученые связывают ее с агрессией. Например, скворцы. Они рассаживаются на проводах с правильными промежутками и нарушая личных границ соседа. А если что, дерутся, пока не отстоят в бою свое пространство. Подальше побезопаснее. Страх вот что ими движет. Кстати, у детей этого страха нет. Посторонний спокойно трогает их за нос или щечку, хотя и тут бывают исключения. Что же касается взрослых, там уже совсем другое дело. В обществе Homo sapiens дистанция чаще всего говорит о степени близости к собеседнику и доверии к миру. Ведь удивительно, кто-то рад открыться первому встречному, а кто-то с опаской глядит и на знакомых людей. Вот такой вот тревожный человек. Да, мы все разные. Поэтому стоит учесть мнения ученых и воспользоваться их советами. Итак, запоминайте, различают четыре зоны общения. Интимная зона – полметра для самых близких людей и родственников. Личная зона – для знакомых, коллег, одноклассников – достигает одного метра. Социальная зона – до трех метров – это для незнакомых людей. И публичная зона – более трех метров – это расстояние для общения с группой. Однако, снова замечу, все мы индивидуальны. Так что учитесь чувствовать человека, с которым вы беседуете. Замечайте, как он реагирует на то или иное ваше действие. А самое главное – уважайте собеседника. И вы никогда не нарушите границы его личного пространства. Вот, между нами тоже дистанция – личное пространство. Да, только оно связано с указаниями режиссера. Я бы поближе стал. Неудобно на таком расстоянии разговаривать. Согласна. Однако, эта социальная дистанция для коллег великовато. Вот. Так-то лучше. Как раз метр. Отлично. А что дальше? А чем мы хуже? Кто? Интересно. Кажется, это про соперников в каком-то деле. Ну, так дело в свете миллион. И школа, и спорт. За год не перечислить. И что? Теперь мы останемся без версий? Стыдно. Ну, пускай это будет соперники в мире моды. Что на тебя навеяло? Разговор в маршрутке. Смотрим. Мужчина в магазине юбок. Выглядит, как комедийный сюжет. Хотя мужчины скорее скажут, что драматический. Вряд ли он здесь по своей воле. Но есть в мире место, где юбки носят не только женщины. Наверное, уже догадались? Именно. Это Шотландия. Край переменчивой погоды, волынок и гольфа. Именно здесь мужчины носят юбки так же, как и женщины. Единственное различие – это то, что юбка должна быть определенного вида. Называется она килт. Слово это расшифровывается, как оборачивать одежду вокруг тела. Какая же тут связь с юбками? Спросите вы. Дело в том, что изначально килт представлял собой большой плед от 4 до 8 метров. Это полотно и обвязывали вокруг тела определенным образом. Носили такую одежду жители гор. В такой местности килт – вещь незаменимая. Подумайте сами, сколько вариантов использования полотна можно придумать. Во-первых, в нем удобно передвигаться. Ничего не давит, не мешает, а это в горах очень важно. Во-вторых, килт мог выручить во многих ситуациях. Если дождь, скрыть от непогоды. Нужно остаться где-то на ночлег? Пожалуйста! Готовое покрывало! К тому же делали килты всегда из шерсти. Это со временем они приобрели более упрощенный вид. Малый килт-юбка появился сравнительно недавно, в 18 веке. Его можно назвать упрощенной версией большого килта, от которого оставили только нижнюю часть. Сейчас такую одежду надевают на разные национальные праздники и носят во время некоторых спортивных соревнований или семейных мероприятий. Посмотрите, как красиво выглядит шотландская свадьба. Сразу видно истинные патриоты. А в некоторых регионах Британии килт являются частью военной формы. В Шотландии, кстати, почти у всех мужчин в гардеробе есть хотя бы один килт. В общем, мода на мужские юбки только развивается. Смотрите, сколько вариаций и оттенков. Выбирай! Не хочу! А когда-то цвет килта имел для шотландцев определенное значение. По оттенку и количеству полосок можно было определить, откуда человек родом и какой у него статус. По сегодняшний день многие организации или семьи имеют свой определенный цвет и рисунок килта. Кстати, каждый узор зарегистрирован и даже имеет свой номер. Официально в одной только Шотландии их уже более пяти тысяч. В общем, уважаемые мужчины, поезжайте в Шотландию и ни в чем себе не отказывайте. Вдруг в магазине юбок и вам что-то приглянется. Вот это модники! Мне бы даже примерить юбку было бы неудобно. Да мне даже и говорить об этом неловко. Это всего лишь одежда. К тому же национальная. А вот про то, что удобно, я тебе точно говорю. Уж поверь мне. Поверю на слово. Но в Шотландии надо побывать хотя бы раз в жизни. И не ради юбки. Шотландия это необычный край. Хотелось бы изучить его поближе. Да я бы всю планету изучил. Так, а где тут мой билет на бесплатный проезд? Ладно, вернемся к работе. Модель. Поющая. Интересно, что это за модель? Не трактора. Не авиалайнера. А может быть это фотомодель? Поющая. Как-то все слишком просто. А ты что не знала? Все гениальное просто. Так мудрецы говорят. Очаровательная и невероятно талантливая Дуалипа ворвалась в сердца меломанов. Преодолев много препятствий на пути становления своей карьеры певица стала любимицей мировой публики. Она завораживает своим потрясающим голосом и непревзойденным шармом. Но помимо всего этого у нее приятная внешность и модельные данные, которые позволили ей быстро завоевать подиумы Лондона. Но даже успех в модельной карьере не заставил восходящую звезду отойти от большой мечты о сцене и музыке. Девушка крепко вцепилась в нее и не зря работала над собой. Ведь ее победы привлекли внимание даже кинематографистов. И в 2016 году был снят фильм о детстве, семье и карьерном пути Дуалипы. После ей удалось записать альбом под названием New Rules. И он не просто взобрался на верхушке британских чартов. Он побил все рекорды за последние годы. Но и по своему успеху можно сказать, что он может сравниться с Аделевским Хэллоу. Теперь не стану затягивать, давайте послушаем одну из композиций. И кто знает, вдруг этим вечером вы твердо решите, в какую сторону вам двигаться. У тебя, наверное, какие-то сверхспособности. Ты каждый раз выдаешь правильную версию. Да, аж самому страшно. Жаль, что эти сверхспособности пропадают на уроках алгебры. Значит, их нужно развивать. Вот этим и займусь на выходных. А сейчас давай закругляться, а то завтра мои сверхспособности учителей в шок повергнут. Да, нужно еще делать ДЗМ. Друзья, вы смотрели программу для тех, кто еще растет. интеллектуально. Ждем вас по будням в 19.20. Мы есть и на Ютубе. С вами были Дима и Катя. Что? Откуда, почему? Google устал. Это мои слова. Это мои слова. Google устал? Спроси у нас. До встречи. Ты должна до встречи, Катя, а пока. Ты говоришь, Катя. Спроси у нас. Что? Откуда, почему? Google устал? Спроси у нас. До встречи. Пока. И что это? Что? Откуда, почему? Google. Окей, я думаю, три или четыре. Что? Откуда, почему? Google устал? Спроси у нас. До встречи. Пока. Ау. Только не опаздывай больше. Ага. Пока.